Все, запись пошла. И 30 меня она в сети так продавила, и коленочка так чуть зазвенела. Но в толчке я перемотал, вроде полегче стало. Поднимало то, что и надо было для второго места. То есть это не было никаким техническим просчетом. Максим, расскажи о своей подготовке сейчас. Как она продвигается? Я смотрел, у тебя в социальной сети ты приседаешь уже, достаточно хорошие веса. Ты выступал на соревнованиях у Клокова, у себя, можно сказать, в зале. Забыл как соревнования, где присутствовал жим тяжелоатлетический. Вот, расскажи. И я обратил внимание, кто-то там у тебя спрашивал, ну, шла прямая трансляция, кто-то спрашивал, как у тебя состояние с ногой. Ты что-то там немножко пожаловался, что-то, по-моему, ты говорил зря, какая-то, мол, типа, то ли многого пошел. Вот поподробнее, просто прямые эфиры, они то заканчивались, то опять продолжались. Информация была такая, немного скудноватая, а ты поподробнее расскажи. Ну, тренируюсь сейчас так, начал маленько, потихоньку начал приседать. Это уже, как бы, для меня большой прогресс. И насчет соревнований, да, я был один из организаторов этих соревнований. Как бы, мы их в очень короткое время организовали. И во время выступлений в рывке я что-то закуражился. И пошел на 130, и она меня придавила маленько. Нисколько планировал? Да нисколько я не планировал. Я думал, так, как пойдет, так пойдет, да. И 30 меня она в сети так продавила, и коленочка так чуть зазвенела. Ну, в толчке я перемотал, вроде полегче стало. Ну, то, что приседать начал, уже легче стало. Вот, а большие веса, да, небольшие там веса, там, 160 я приседал на 3 медленные с задержкой в сети. У меня больше уклон такие сейчас идет, больше статические приседания. Медленные, с задержками, 70 на раз уже приседал. Ну, думаю, 200 я присяду, но просто я не буду сейчас экспериментировать как-то, да. Ну, вроде мышечная память, она возвращает очень все быстро, на самом деле. Вот такие вот дела. Расскажи по поводу выступлений Елины на первенстве России в феврале. Мы там предварительно, когда разговаривали на эту тему, ты говорил, мы не загадываем. Ну, практически как пойдет. И по результату мы видим, что, ну, я во всяком случае не смотрел прямую трансляцию, но я увидел, что у нее со вторым местом одинаковый результат. И мне было интересно, просто нигде это не освещалось, мне просто было интересно, как все это складывалось. То ли это была техническая ошибка, ну, не техническая, а ошибка тренера, либо это, ну, как там, ну, это так, это просто так сложилось, да, ну, либо просто сложилось, как это получается на соревнованиях. Там, по-моему, килограмм разница у нас, по-моему, была, насколько я помню. Вроде бы килограмм, да. Я просто обратил внимание, там то ли по весу, то ли по килограмму хотел уточнить. Вроде килограмм была разница. Ты не первый меня об этом спрашиваешь уже. Там вот как было. Мы, если не ошибаюсь, соревновались с Баймулкиной за второе место, потому что за первое там соперничать было без шансов. Кристина Соболь была в очень хорошей форме, и с ней соперничать было без вариантов. По заявочным мы могли бороться за второе-третье место, что мы и делали в итоге. В рывке мы порвали 75, Баймулкина, если я по протоколам смотрел, просто она, по-моему, ушла от баранки, порвал, по-моему, 75 или 76, насколько я помню. В рывке у нас было небольшое отставание, но в толчке она шла за нами, и она была в более хорошей форме. Естественно, там она просто поднимала то, что ей надо было для второго места. То есть это не было никаким техническим просчетом. Ну, после 95 мог бы я ее послать на 100. Ну, соперница бы вышла и толкнула бы 101, и никакой разницы бы не было. То есть просто мы... Откровенно я на этот кубок никаких задач не ставил. Мы туда готовим... Такая подготовка была, как что поднимем, то поднимем. Никаких целей не было. Поэтому третьим местом я доволен. Все-таки призы на Россию всегда это стабильно, это нормально. Я был доволен результатом. Вот и все. То есть для тех, кто оказался в такой же ситуации в плане информации, как я, чтобы никто не стоил какие-то там домыслы, это была не какая-то борьба, а просто заведомо сильная соперница подняла то, грубо говоря, не напрягаясь, для того, чтобы у вас выиграть. Да, да, совершенно верно. Я говорю, надо было бы толкнуть больше, я уверен, она бы толкнула больше. Ей рисковать тоже, потому что Соболь она бы уже не догнала бы. Там, наверное, слышно, да? Ну, чуть-чуть. Она подняла то, что ей надо было поднять, и я абсолютно согласен с их новым решением, это все было сделано правильно. Надо было бы больше, она подняла бы больше, потому что с Крисиной Соболь соперничество она тоже не могла, потому что после рывка была очень большая разница. Вот и все. Вот такая история. Может быть, сразу после соревнований планов никаких, сейчас немножко времени прошло. Ты тогда говорил, не знаем, не строим планы, может быть, сейчас уже наметились какие-то. Или все так же по-прежнему, просто отдых. Она тренируется, она так же, грубо говоря, она не полностью отдыхает, среди неноменна. У нас сейчас такая задача, регион, за который она выступает, Ямал-Ницкий округ, мы пытаемся добиться все-таки получением стипендии губернаторской, потому что нам не дали эту стипендию, хотя мы на нее рассчитывали очень, на финансовую эту помощь. И сейчас я вот этим, ну, мы как бы занимаемся этим вопросом. Вот. На Россию, я не исключаю возможности ее выступления на чемпионате России. но мы не breathing, люди жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжг,